Ростовщики еще готовят к нам свои интересные предложения. Приветствую, друзья, с вами Верус. Так, ну, хейт, ладно, давайте. Согласимся на предложение. Судья тут подкидывает какие-то дополнительные миссии интересные. Явились лично, босс? Тогда вы наверняка слышали о нашей проблеме. Почему охранники еще не разобрались? Их запугали, босс. Это страшные люди. Если один охранник услышал, что они еще вернутся сегодня, так до сих пор прячутся. Бояться нужно меня, пусть выходит сейчас же. Я разберусь с этим. Надеюсь, босс, что силы на вашей стороне. Они идут. Но, кстати, дать взятку, вот. Да, она учит нас. А, ну, новые возможности то, чтобы подкупить. Ну, допустим. Хорошо. Выбери, да, кому. Ну, то есть, парочкой вон мы предложили, и уже можно перекупить. И баланс сил на свою сторону свести, реально. Подкуп. Хотя ты их вообще соло валишь так. Это задание уже достаточно старенькое, судя по всему. Тут и охранники сами должны были разобраться с ними. Все, это задание завершено. Судей надо только посмотреть, да? Видите? Так все намного проще. Покойники с вами не согласятся. Вы не сможете подкупить всех. Некоторые люди настолько уверты, что не возьмут деньги, даже в том случае, если от этого зависит их жизнь. Ну, встречаются и те, кто умнее. Противники закончились. Похоже на то. Спасибо, что помогли, босс. Мне понравилось, как вы владели дело. С этой минуты можете положиться на меня, если вам потребуется кого-нибудь недорого подкупить. Только не рассчитывайте, что я верну вам те 700 баксов. Стоимость подкупа уменьшена на 10%. Дурная слава плюс 10. Окей. Живая легенда. По следам денег. Ну что, садимся в такси. Пум-пум-пум. Так, а ну-ка, гангстер. Аферисты, аферисты. Фигово наш аферист работает вообще, отвратительно. При использовании способности в бункере вы получаете на 90% уронов от взрыва. Дробовики нет. Устроенный вами взрыв с вероятностью 5% может вызвать детонацию любого другого персонажа с врывчаткой. Давай. Забавная тема. Так, Рэй отправляется от травмы. Критическая травма больше не беспокоит. Давай-давай. Встречаемся. Босс, тут какая-то стружка утверждает, что вам с ней нужно обсудить какие-то дела. Вам лучше спуститься. Серьезно? В каком заведении нужно встретиться? А, ну, в принципе, рядышком. Давай. Yep. Вот-вот-вот, бегом-бегом-бегом-бегом. Оп. Ходим. Yep. Understood. Ты-то чё тормозишь? Давай бегом. Хоррэ уже... На койке валяться. Да хромым притворяться. Так-так, это же Максим Зиэль. Меграда наконец-таки встретить вас. Хотел бы сказать то же самое, но понять не имею, кто вы. Меня зовут Мойра Кру. Вы обо мне не слышали? Неудивительно. Мы вращаемся в разных сферах. Я многое о вас знаю, мистер Зиэльник. На этом участке о ваших похождениях слагают легенды. Вы коп? Я коп в отставке, живу в тихом районе. Первый участок, городская пристань. Не уверена, вы слышали, что там всем заправляют бандиты. Теперь это место напоминает выгребную яму. И все обходят ее стороной. Району нужен кто-то поприличнее, поэтому я хочу сделать вам предложение. Хуже копа может быть только коп в отставке, у которого еще больше свободного времени. Зачем мне вообще это лезть? Неинтересно, может я и королевских кровей, но синий цвет мне не нравится. Сейчас первый участок, городская пристань, гиблое место. Я знаю, что у вас есть деньги и необходимые средства, чтобы вернуть этим трущебом былое величие. Сделайте это, я вам помогу. Ваши дни борца с преступностью позади, какое вам да это дело? И как же вы мне поможете? Я же бывший коп, я знаю, как полицейские думают и как работают. Я с радостью поделюсь этими знаниями и буду помогать вам, как уличный юрист. Возьму недорого, разумеется. Ваши дни борца, какое вам да это дело? Я вам верю, но вы просите слишком много. Пока что у меня такое не под силу. Так, хорошо. Я об этом уже подумал. Придется захватить несколько заведений, поэтому вам понадобятся бойцы. Я могу отправить к вам своего человека или дать 2000. Их можно потратить на бойцов или оружие. Давайте бойца посмотреть. 2000, деньги у меня есть. Встретиться с крепышом. It's done. Roger that. Так. Где этот крепыш находится? У вас просят обычного 162. Куда? Ну, окей, давай. Так, 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 знакомый дьявол встретится с крепышом. Ну, этаж... Ого, ну вот сюда надо ехать, да? Ну, окей, хорошо. В другой район. Пошли, позахватывай. Как там дела? Когда... Спалишь... Уже он 90% вероятность спалить. Проваливай. Окей, 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 окей. Вдруг это сбил меня. Где там крепыш? Крепыш. Давай поговорим с тобой. Мистер Зельник, моя мать велела... О, вела меня в курс дела. Вы делаете доброе дело, этим улицам нужен новый хозяин. Твоя мать, черт. Надеюсь, она научивает тебя стрелять. Не беспокойтесь об меня, босс. Я знаю, что нужно делать. Но он не подконтрольный. Жаль, я думал, может, какого-нибудь уникального стрелка нам дадут. Было бы круто. Что за хрень? Вы часом не заблудились? Не обязательно прибегать к насилию. Мы можем договориться, верно? Конечно, нет проблем. Постойте, а кто ваш друг? Лицо кажется таким знакомым. Тебе показалось, он не местный. Да я, деточка, этого копа ни с кем не спутаю. Эта стерва что-то замышляет, и вы снесли на дно. Ну, я вам помешаю. Ну, прощай. Мы тебе предлагали. Нельзя подкупить во им время боя на улице. Живая легенда, послание от Барри Кипа, босс. Говорят, Мила Люпин сейчас находится в заведении Рэд и Датч. Это значит, что ее наниматель Лос Лусерас. Поговорите с ней, пока она не начала убивать. Рэд и Датч, Лос Лусерас. А ну-ка. С тобой можно о чем-то вообще поговорить? Вдруг появилась информация. Нет. Значит, надо будет отправиться. Ну, отправимся сейчас. Подкупить можно лишь во время обороны, да? Прибывают подкрепления. Плюс четыре. Да, пожалуйста. Подходит сколько угодно. А где этот сыночек ее? Что, типа, хочешь сказать, мне две штуки надо было брать? Все-таки. Ну, давай, вали его. Тут сейчас плевое дело. По выстрелу на каждого, считай. Чисто прокачать оружие. Ну, как так? Как же так? А вот он, он стоит, кстати говоря, здесь. Но его могут вальнуть таким темпом. Ну, она сама своего сына отправила сюда, да? Ладно, давай убивать тех, кто рядом с ним. Окей. С ракетой точно убьешь? Гарантированно. Хотя нет, гарантированно. Ну, кровотечение гарантированно его добьет. Там 10%. Шанс хороший. Еще и пулеметчик хорошо зашел как. Ну, аптечка, хотя первой помощи, поможет. Ожидаем улыжить. А, ну, подавление нормально. Если он сейчас двигаться, не подумает. А я им руковожу все-таки, да? А, срабатывает. За угла ему выглянуть пришлось. Все залетело. Ну, хотя это не нужно было, но... Залетело абсолютно все в него. О, шит! Я закончил! В итоге мы уже перебили основные... Силы. А подкрепление еще... И даже, да, до подхода подкрепления, если мы побеждаем, то мы побеждаем. Подкрепление ждать отдельно не придется. Сразу вкладываем деньги в улучшение. Ну, тут придется купить... По мелочи. Давай, подпольный бар. Ржавый гусь. И... Ростовщика можно взять. Отлично. О, бандитки. Вы сундук охраняете? Да. А мы скучали. А я скучал по этим сундукам. Где же фиолетовые сундуки? Давай, Максим. Сначала одного. Блин, ну он выдает криты сейчас сплошные. Подлечи себя. Ну или его. О, бандитки. Благодарю Богу. Отлично. Так себе добычка. Вот еще бандитки. С ними можно познакомиться. Зайти. Так, вы и Милана Люпин должны поговорить. Сейчас быстро туда нужно. Смотаться. Нам же очень далеко там надо ехать. Давай, таксо. Использовать. На паузе, чтобы время не шло. Где такси? Ладно, и серьезно? Такси так далеко? Перебираемся тогда. Эльвира. Фрэнки Донован тут рядышком. Я на это. Максим Зельник осваивает новые таланты. Теперь мы можем либо... Колючки, но нет. Если удастся убить противника, вы не завершите ход и получите одно очко действия. Это круто. А Зельник сейчас будет убивать часто. Цирк. Просто поприветствовать. И раз мы с цирком знакомы... Можно сейчас посмотреть, что у них интересного есть. У них есть... А подождите, в моей шмотке. Броников жаль, нет. И оружие тоже. Ничего нет. Ну, сплошной цирк. Согласен. Анджело погибает. Ну как так ты, я... Как же так? Так, ты острый козырек. Погиб. Максим Зельник. Моя поездка в Чикаго не имеет к вам никакого отношения. Тогда зачем вы здесь? За кем вы охотитесь? Ладно, вы все равно узнаете. Это Винченце, Кара и Томми Бискс. Позвольте ей убить цели. Похоже, у вас сегодня полно работы. Не буду... А кто это такие? Я не знаю. О, военный боекомплект. Какой делой подходит. Приятно встретить другого профессионального. Держите, это ваша доля. За то, что вы упростили мою работу. Небольшой подарок. И будьте осторожны. Я всегда целюсь в голову. Винченце, Кара и Томми Бисквит становятся жертвами. Но у нас бронекомплект. Эпический. А что, это реально... Да, вот Винченцо, Кара. И Томми Бисквит. По-моему, когда я первый раз играл, она как раз таки пыталась замочить кого-то из моих. Тунь-тунь-тунь-тунь-тунь. В общем, завалили гангстером. Завалили. Подручного, подручного, подручного. Мне пока, на самом деле, и некого назначать подручного. 50 шансов устоять против эффекта. Хотя эффект брони, ну, чуть-чуть лучше. Конечно же, мы назначаем тебе бронекомплект. Походили с тем эпическим шмотом, который нам попался давным-давно. Ну, сейчас выдам тебе. Теперь донашивать. Твои вещи выдам, наверное, доктору. Ну так, по мелочи. У тебя по-прежнему ничего нового? Фигула. Постоянный клиент, скучает. По следам денег сядьте в такси. Ну, сейчас это и буду делать. Я сейчас сяду в такси. Хотя, подожди. Босс, мы тут считали, сколько денег принесло в этом месте заведение. Деньги от Хаммерхеда в районе. Но это новый, да, который мы захватили. Обнаружили кое-какие нестыковки. Это, пожалуй, будет, если вы заглянете сюда и сами все увидите. Ладно, давай. Нам нужно... Такси... Соединиться к войне. Я не собираюсь. Пока что воевать. Меня это не радует. Деловое соглашение. Стоимость улучшения охраны казино. Влияние казино на активность полиции. Мне нужно время вдумать. О'кей. Пусть воюют. Отправиться к этой парковке на такси, это хорошо. Хотя лучше бы было... Ну, как-то... Сразу на такси уехал куда-то и все. Ну, или купил когда тачку свою, да? А-ля... Классная игра. Он и Монтана. Лицо со шрамом в свое время было. В духе GTA. Еще когда в GTA нельзя было покупать свои тачки, вызывать. Там уже катера были. У тебя личный водитель, которых пригонял. Все это. Все это работало. Я знал, что все получится, мистер Зельник. Наконец-таки участок в хороших руках. Выполняйте свою часть сделки. Уговор есть уговор. Если вам понадобится уличный юрист на этом участке, я все устрою по сниженному цене. Бонус к дурной славе. Знакомый. Так, уличный юрист стоимость минус 10%. Снижает зарплаты на содержание заведений. И дурная слава. Сейчас я присоединился в армию. Да! Нет проблем. Возвращается. Окей. Встречаемся у такси. Я на это. Что это? Я на это. Давай, давай, давай. Мне нужно обо всем подумать. Я пока ищу твою базу. Я просто пока ищу твою базу. Угу. У меня нет желания сейчас работать. Так, босс, мне тут сказали, что в казино Волчье логово нужно поставить рулетки, которые обеспечат нам благословность фортуны. Что скажет? Установим их. Повышает доходов на 20%. Давай. Я думаю, есть шанс, что кто-то спалит это. И какое-то действие появится. Рабочий спор. Один из ваших охранников сообщает следующее. Босс. Персивальд Ланкастер, что работает на банду. Банда Донована вдруг взбрело в голову наведаться в наше заведение. Мы едва держались, чтобы не пристрелить его. Но он утверждает, что хочет поговорить с вами. Думаю, он следует... Ага, рабочий спор. Мы тут, понимаете ли... Из района в район. Давай-давай-давай-давай, забегаем. Что не так? Рассказывай. Приветствую, босс. Хорошо, что вы пришли быстро. Надеюсь, не зря трачу время. Это касается возврата денег, мистер Зельник. Большинству должников нечем платить в этом месяце. Сколько таких? Около половины, слишком много. За день всех не отловишь. Мы знаем, что там стряслось? Нет, босс, но все они клянутся, что у них появятся деньги в следующем месяце. И каждый в этом уверен. Я в этом сомневаюсь. Может быть, этот месяц Чикаго выдался тяжелым. Как вы планируете с ними разобраться? Посмотрим, заплатят ли они. Я займусь этим лично, давай. Конечно, одного из них мы нашли в этом месте. Офис, думаю. Блин, до офиса это опять возвращаться назад. Они издеваются. Они просто издеваются. Они загонять меня решили. Такое ощущение. Мы сейчас можем соседний райончик отжать, ну раз мы здесь уже. По пути. Кому он принадлежит? Другой фракции. Это все. А, это мелкие, наверное, будут. Сообщение от члена банды. Босс, скорее приезжайте заедине ржавый гвоздь. В районе муниципальная присталь. На нас напали. Так, а что с вами будет с одним из ваших должников? Рабочий спор. Вот ржавый гвоздь. Но он рядом. Мы только что были. Хорошо, что еще уехать не успели. Но даже не целые. Сейчас мы вас. Да. Не буду приглашать никого. Тут пару районов по-любому. А нам нужно еще, в любом случае, до 5-ти там уничтожить этих фракций мелких. Что там, кто-то бежит к нам? Откуда она бежит? Ох, ё, перный кардаболеет. Ты получил. Что с тобой? Беспокойство. Бежит. Так, по идее, вот этот сможет сейчас пальнуть. Хотя нет, он не дотягивается тоже. Блин, она где-то там от другого заведения. Хвостик этот... Сдевается просто надо мной. Вот и все. Я думаю, сейчас должны на автомате нам отдать это заведение, не? Нет, 43%. Еще и подкрепление, типа, море будет. Могут бежать с двух сторон вполне успешно, да? Но в первую очередь вот здесь будут. Поэтому ставим дозор в эту сторону. Мх, неудобная позиция. Мх, неудобная позиция. Если не сказать отвратнейшая, да? Кстати, я вот вспоминаю, было предложение как-то от одной из фракций тоже за 150. По-моему, перекупить одного из наших бойцов. По-моему, так и не дали эти деньги. Я ради прикола согласился. Но бабки не дали. Так что там вообще не вижу смысла соглашаться. Не добежал, но самую малость не добежал. Но многие разворачиваются вот сюда. Хотят отправиться к зельнику в гости. Но тут нужно стрелкам, по идее, выйти на более удобную позицию. Посмотрим сейчас. У нас, если что, несколько стрелков туда отправятся. Но не успеют занять удобную позицию прям безопасно-безопасно. Мне так почему-то кажется. Косые. Какая толпа, да, хорошая? Для гранатки или чего-то в этом духе. Ну, тебе, я думаю, в любом случае дозор лучше ставить. Они будут бегать здесь. В следующий раз они уже засуетятся. В следующий раз они уже забегают. К троих жаль. В смысле? Подожди. Я ж назад... Чё за бред? Зельник должен был стрелять уже. Какой-то баг. Очередной поймали. Ладно. Жди. Небольшой, но очень неприятный баг. Хотя лучше, да. А с другой стороны... Мелочь. Динамит сейчас... К сожалению, чуть-чуть дальше не забросит. А вот сюда забросит. Не завалило его. Та помечайте сколько угодно. Вы не доживёте. До более серьёзных... Доней. Ну, я думаю, в любом случае сейчас нужно тебе стрелять сюда. Прикрывать. И тебе того же мнения. Далеко помечаешь. И вот минус один здесь на фланге. Ай, как плохо ты стреляешь. Там плотность большая. Там очень большая плотность. Но они всё в рее. Если будут продолжать так же в рее закидывать, это... Не, отлично. Они на телохранителя ещё подключают. Да, помечай. Это как акт агрессии расценивается. И ответный огонь ведёт. Ну, не убивает. Наносит большой урон, но не убивает. Пора добивать кого-нибудь, да? Хотя, я думаю, этих мы добьём... Общей способностью. Давай вот... Блин, не того. Вот этот же пожирнее. Этот прям значительно жирнее. Планитоспособности. Ну, добей. Хорошо. Раз общий способ... Опа. Чё за игнор? Всё, игнора нет. Я думал, уже... Зависла вся тема. Хотел расстроиться. Хотел очень сильно расстроиться. Давай рискнём, Рэй. Порадуй нас. Этот сразу обделался. Лечи. Ты знаешь, как это делать. Конечно, ускорение, вот жаль, нельзя пропускать такие сцены, и ускорения нет. Как такового. Это удлиняет сражение значительно. Отомстил. Ну, наблюдение, а хотя берёт под контроль, да. Я думал, дробовичок недалеко там. Ему нужно вообще обязательно гранату выдать, ну, так как он с защитой, и у нас такой отчаянный малый. Только вот ещё в идеале бы подлечить его. Но в тебя могут попасть. А ну-ка, давай. До конца раунда отложим, да. До конца раунда отложим. Без критов сейчас, к сожалению. Беги, стреляй, но ты не пройдёшь. Ладно, стреляй в него. Чё-то как-то Гарри приказы с задержкой выполняет. Пинг очень большой для него. Прям огроменный пинг. Ну, только на этого будет действовать и на этого. Так себе. Хотя у тебя птичка есть, давай сам справишься. Со своей небольшой проблемкой. Или... Давай смена оружия и тоже подожди. Ответили. Позаботься о нём, да. Как раз там с этой позиции ты будешь стрелять ещё. Неплохо. Беги. Беги. Ты один пойдёшь в итоге. На этом фланге. Беги. Беги. Так, они сейчас прорвутся. Снайпер на этом фланге пригодится. С ним разберёмся. Давай вот этого, наверное. Хотя, 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 зачем? Давай вот сюда подойдёшь. Нет, тебе перезарядиться нужно будет. Тогда в любом случае подойди. Подойти. Подойди ты, подойди. Пристрелишь вот этого просто. И всё. На этом. Пока ещё. обещает что ты вырубишь я тебе все таки не зря кочергу дал же правильно кочега не просто так давай отложить сейчас он дозор снимет но раб не пройдет сейчас а там задевает она уголочек считается это тоже ладно стоит это так жаль но хоть какое-то попадание было тем более там вон твой напарник снял его а а а ну давай тут хотя бы какой-то шанс попадания есть небольшой урону нанесешь максима особо не пытаются даже сейчас щемить на удивление да так ты уже нам не особо нужен ты там тоже по факту отдыхай наличи себя и отдыхай я думал промахнулся уже по всем параметрам биту кстати еще немножечко напитков мы нашли убойные пули шанс критический удар нанести забираем все захватываем вы победили фракцию война окончена быстро просто эффективно но самое главное беспощадную да еще и при этом район улучшаем ладно у вас время было подумать проваливай жнецы ликвидированы сейчас мы вот тут сундук попытаемся забрать и на этом серию завершим у нас куча мелких заданий еще нарисовывается повспоминать посмотреть сундука бы мне кажется сейчас нет уже эпический сундук не эпический я не помню в патче хотя подожди в патче про это и не писали если память не подводит не нельзя то есть один доктор может лечить но она считается нора штатный наш доктор он если выбрать всех то именно она занимается лечением так зельник ты сейчас используя право первого выстрела двоих максимум только доктор может влезть да она попала в упор она хорошо попадается такая толпа восторженная кричит о нашем успехе кто здесь командует wise king о поприветствовать то есть это уже не какие-то второстепенные фракции это уже полноценная фракция с которой можно обмениваться и общаться вот броник например хорошие куртка с пластинками думаю стоит взять дробовик есть винтовка неплохая есть пистолет который стоит взять я думаю обменяешь ты сейчас все как миленький обменяешь на что ты как будто мы тебя не знаем сейчас мы тебе столько хлама подкинем что ты не сможешь отказать нам опять же тут он хлама и нет ладно чуть деньгами докинем так нет спасибо это меня не интересует броник накинуть давай тебе вот тут и у нас в унылом до сих пор ходишь ватники вот она куртка с пластинками запрос переговоров думаю вы должны прекратить войну с хипсинг озорные малышки место где веду переговоры не имеет не интересует меня это не интересует здесь было заданием вот со своим охранником поговорить мы сюда сейчас идем и здесь и сохраним и уже начнем включу серию в этом месте узнаем что за проблемный район такой да у нас тут всем не хватает всего тут и мало но мы разрастаемся хипсинг он еще узнать бы где твоя база уже 96 процентов еще немножечко и уже мы узнаем еще чуть-чуть подождать осталось а я и так уже был на свою территорию чего мне вот это рассказывать но на этой ноте друзья мои завершим серию до следующих видео всем добра пока 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 пока